Древние черкесские сады – одна из величайших загадок в истории Северного Кавказа. На большом пространстве, где когда-то жили адыги, прямо в лесах то и дело попадаются многокилометровые плодовые насаждения – яблони, груши, айва, алыча, орешник. По оценкам ведущих современных агрономов, они на удивление искусно привиты и, несмотря на свою баснословную древность, до сих пор плодоносят. Приветствую, друзья. Ну вот, мой друг Сулейман Шебзухов, который руководитель телеканала «Право ТВ», который меня наградил в свое время почетной грамотой за работу, поскольку я там, на этом телеканале «Право ТВ», который вы могли наблюдать много раз. Я выставлял иногда ролик, и он выставлял, Сулейман, мой друг, этот ролик, с моим участием, потому что я там специальный корреспондент. Специальный корреспондент, и у меня есть такое специальное удостоверение «Право ТВ», вот, и у меня есть, кроме всего прочего, пропуск в прессе, что я могу как... Ну, короче говоря, вы понимаете, что это все очень серьезно, но дело в том, что мой друг Сулейман, помимо того, что он прекрасный журналист, юрист, он неоднократно помогал мне и моим коллегам на судах, в судах, защищал их интересы, потому что их беспричинно каким-то образом обижали, там, опека, там, по поводу детей или прочее. Сулейман, ну, там, конечно, в первую очередь защитник прав человека. Ну, вот такие дела, друзья. И вот, если вы помните, что Адам угостил Еву, и в связи с этим пошло человечество, так вот, сейчас вот момент такой, что наш друг Сулейман Шебзухов, он будет сажать деревья, то есть он вообще-то сажает деревья, и плоды, плоды этих деревьев, они будут очищать воздух, эти плоды деревьев будут помогать исцелять человечество, и будут на этом фоне люди, как говорится, чувствовать себя свободнее и легче, потому что он эти вот саженцы, саженцы откуда-то привез, и он их сажает, и он очень любит это делать, и поэтому я об этом говорю, потому что вас ждет сюрприз, друзья. Ни древность народа в Греции, ни ее естественные грушевые ресурсы, ни опыт населения не могут идти даже в отдаленное сравнение с таковым на Кавказе. В Средиземье баски знали о прививках раньше эллинов и научили им иберов. Но баски, возможно, связаны корнями с Кавказом, откуда и восприняли прививки. Родина прививок – Кавказ. У вас ждет сюрприз, о котором я хочу сказать, что черкесские сады будущего, как он говорит, потому что он черкес, вот, а это психология лечения людей, вот он мне написал, деревья лечат поколения, поколения деревья, потому что мне мой знакомый астрофизик-академик Шкловский говорил, что сельва, например, это леса, это легкие планеты. Легкие планеты, к сожалению, сельву, говорит, вырубают, и поэтому планета остается без воздуха, потому что деревья, о которых сейчас речь идет, которые высаживает наш Сулейман Шибзухов, как раз-таки они дают дыхание людям. Вот в связи со всем этим я хочу сделать такое сюрприз, такое объявление, от которого и мне будет польза, имеется в виду нашему каналу «Школа Человек будущего», «Школа человечности», потому что он сказал, я, говорит, так настроен, чтобы, говорит, вот как он мне написал, если найти, найти, кто какой-то гектар этих деревьев закажет, сам, допустим, какой-то там банкир, олигарх, там я не разбираюсь в этих делах, то часть денег он нам даст на развитие нашего канала «Человек будущего». Канал «Человечности». Ну, собственно говоря, это же потрясающая новость, потому что я ему сначала сказал, знаешь, Сулейман, я в любом случае твое объявление сделаю в своем ролике, расскажу про тебя, без того, чтобы ты мне сейчас еще раз помогал. Он говорит, нет, я твоему каналу хочу помочь. Ну, это вообще потрясающе. Я хочу вам сказать, друзья, сейчас я этот ролик передам Сулейману Шабзухову. Он, как обычно оформляет мои выступления, оформит, вы посмотрите это все, и там же будет у меня и это объявление, вот оно у меня сейчас здесь. Вот он говорит, найди бизнесмена, сад высадим под ключ, примерно один гектар, стоимость 2, 5-3 миллиона. Да, ну, здорово, надо найти этого бизнесмена. Если кто знает, найдите, пожалуйста, бизнесмена, это для всей нашей общей пользы. И для людей, и для города, потому что там эти саженцы, ну, это просто пишите, звоните, пишите там комменты, звоните Сулейману, он человек открытый. Так что, ну, короче говоря, вы его знаете, вы смотрите наши иногда ролики, которые он выпускает, Право ТВ, канал Право ТВ. Я вас всех обнимаю. Сулеймана, естественно. Потому что он помогает многим. И вот такая хорошая идея. Я очень рад, что мы друг другу все вместе, все вместе, все участники нашей школы, человек будущего, школа человечности, вот так помогаем. Берите пример Сулеймана. До встречи. Что вплоть до 19 века, коренное население этих мест обладало едва ли не самой совершенной технологией селекции плодово-ягодных культур на планете, методично превращая свою благодатную землю в один сплошной прекрасный сад. Остатки старинных адыгских садов по сию пору встречаются там, где когда-то жили черкесы и родственные им народы. В Абхазии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и других местах Северного Кавказа продолжают свести патриархальные плодовые насаждения, некоторые из которых все еще приносят феноменальные урожаи. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok